и снова здравствуйте всем привет итак захотелось мне попробовать анимацию значит вот этого стола давайте рассмотрим два варианта сначала скажу что стол этот делал не я стол скачанный бесплатное скачивание и спасибо автору что сэкономил время на том чтобы его делать а потом показывать как тут надо все заанимировать так выбираем значит он состоит из двух частей через shift левая трубка мыши ctrl j объединяем это все дело и чтобы вот видите где стоит пиво тут ну как привязка к рукоятке я хочу ее сделать привязку к геометрии чтобы крутить его вот таким вот образом так семерка на нампаде тройка на нампаде все это дело вот таким вот образом можно крутить значит поднимать так первый способ это значит анимировать с помощью вот этих всех координат сейчас покажу вам координаты это то что в н панели вот локация ротация скайл дециментриж это короче вот вот эти показания вот прибавляете уменьшаете и получается вот сейчас покажу какая штука вот допустим нам надо заанимировать и идти у нас в принципе давайте и заанимируем вот этими штуками а саре я буду уже не значит не вот этими показаниями а просто буду анимировать как и обычно значит так это все я хочу раздвинуть так что у нас тут по осям этот шар хочу поставить сюда так белый он главный он будет тут так но эти для массовки короче чтобы вид создать такой вроде шары раскатились и чтобы было как бы в кадре побольше чтобы симпатичнее было слов вот так но эти хватит да потом их тоже можно развести так как анимируются носки значит тройка на нам паре так смотрим первый кадр мотаем колесико чтобы у нас было значит первый пятый десятый кадр вот таким образом на первом кадром на первом кадре по иксу мы и так пардонки не то выбрал выбираем ки и значит так и подводим ближе нашему вот этому или даже назад чуть отводим так смотрим видите он ушел в бок это не есть год надо его семерка на нам паде выставить ровно чтобы он значит ровно все это дело отъезжал подъезжал так прописываем и локация вот нажимаем прописку здесь на пятом кадре нужно чтобы он приблизился чуть-чуть к нашему значит шарику здесь у него уже этим так а ну ка здесь можно перепрыгивает раз его вид сверху нормально когда шар нужно чтобы перебил значит пускай чуть-чуть еще поближе и передвинем шар значит под ножки вот так теперь выбираем опять ки выбираем где-то 7 кадр допустим здесь он опять его отводит там побольше уже отводит просто сейчас будет удар вот и где-то пальцы у него вот здесь на на столе короче стоят приблизительно да и здесь уже на девятом кадре после здесь должно быть ускорено да он здесь уже приближается так можно его наверно с это режим 3d курсору привязать но так будет на получше да вот так получше будет чем геометрии и вот он убьет до него докасается смотрим чтоб докоснулся вот таким образом и прописываем все значит вот эту штуку бак все здесь будет удар так шары я так анимировать не хочу но единство что можно сделать дань это сделать ему ротацию значит окружение прописываем первый кадр и блок рот и теперь что делаем ищем ротацию ставим на сетку чтобы видеть куда он будет крутиться это где-то будет по игреку и прибавляем ему так это уже на другом кадре так на каком он бьет на десятом да на девятом он уже бьет и вот на девятом мы крутим нашего вот эту штуку вот в этом направлении так прописываем вот видите да теперь значит на восьмом кадре прописываем без локации это значит вот эту cfd мы его ставим сюда чтобы он стоял мертвое так здесь у нас уже идет допустим кручение да вот на эту штуку и значит мы его ставим где-то на 12 кадр смотрим опять же чтобы кручение осталось так куда у нас идет кручение кручение идет другую сторону значит здесь кадр снимаем ставим по нолям и и от этого нуля крутим плюсы да вот сюда все включение прошло так опять же ставим текстуры так есть такое дело и вот этот шар значит здесь он ударяется и здесь же он летит G вот сюда он должен удариться вот сюда к этому шару должен прикоснуться теперь пишем и блок крут смотрим чтобы не исчезло у нас кручение вот эти тинь-тинь-тинь кручение осталось зашибись теперь что на двенадцатом здесь он соприкасается на тринадцатом этот шарик тоже ставим ему кручение только в другую сторону тоже ставим 0 смотрим сетку ну здесь вот видите полоска их белый может не будет так сильно видно а здесь полоской будет значит ротацию ему ставим так это минус ухты ставил он так же ротацию ставим по игреку в другую сторону вот в эту побольше накручиваем пойдет виднее будет так крутится прописываем так этот шарик значит этот шарик здесь значит тоже должен быть прописан и локрот и здесь вот и локрот все здесь он стоит до этого момента тринадцатый кадр идет удар и шарик у нас уходит где-то к стенке да ну где-то вот сюда и здесь он должен у нас удариться в стенку вот сюда прописываем и локрот смотрим что получается так здесь он слишком быстро да так значит это G пусть будет на шестнадцатом да а тринадцатый мы перепишем и подставим его вот сюда и локрот так значит еще чуть поближе удар теперь этот шар у нас отлетает попадает в стенку так так на каком он значит здесь происходит удар этот от удара быстрее должен лететь значит этот на пятнадцатом должен тоже занять свое место здесь в лунке и локрот и на семнадцатом он значит G и падает вниз и локрот на восемнадцатом бамс исчезает так даже на шестнадцатом G переведем а на семнадцатом он падает в лунку и локрот так этот кадр так вот здесь чуть-чуть отводим отводим локрот а этот шаг значит ударяется и летит дальше значит где-то G вот сюда можно не до конца да допустим где-то вот здесь останавливается так смотрим чтобы он не висел над столом вот так и локрот смотрим удар значит ого это что он так далеко а ну давай назад кей и перепишем тоже значит эту хрень снимаем не нравится она мне что-то у нее по ориентирам не подходит прописываем значит заново и локрот здесь тоже что-то далековато ушло опять и уходит что-то в бок уже шаг координаты этот и теряет эту снимаем пишем и локрот снимаем выделение на седьмом на седьмом он значит уходит подальше но это сильно далеко наверное так уходит и локрот здесь тоже координаты убираем и здесь он соприкасается да да так геометрия соприкасается и локрот и значит шаг где начинает улетать вот здесь у нас локея еще идет инерция как бы вот дальше да и локрот шаг уходит и кей значит потихоньку уходит тоже так и можно чуть-чуть перекрутить сверху ну как делает этот значит игрок и как бы в бок вложит его на эту фигню на стойку и локрот так и вот то у меня тут получается скинь то он был привязан значит к центру к пилоту теперь он привязан здесь к массе да вот это менять нельзя запомнили делить долой переписываем эту штуку значит на первом опять же если он значит если он привязан к массе или привязан к центру или привязан к кию то работаем уже с этим кием да здесь вот еще какие-то есть вот эти эмпки вот их можно еще поудалять может может он тут еще как-то с ними связан да ну не суть вопроса так так опять переписываем и локация ротация и теперь значит на пятом вперед так вперед не докасаясь и локрот потом значит на седьмом опять пусть будет чуть-чуть вперед и локрот так и что тут получается и локрот вот пропишем тут все они тоже те же координаты прописываются так теперь у нас идет девятый кадр чуть-чуть поправляем ну в принципе тут уже нормально только здесь он теперь должен дойти чуть-чуть вперед он уходит доводит так так и значит здесь он должен плавность иметь семерка на нампаде r где-то середину убираем и чуть-чуть ее вперед и локрот так ну вот как-то так он должен убрать нормально так 0 на нампаде shift f стрелки вперед так колесики так где тут она ушла камера ctrl z где у нас тут камера 0 на нампаде shift f и куда-то я тут убежал на скорости вот там стол нас так не разгоняемся поднимаемся вверх делаем ракурс скорость уменьшаем колесико на себя ставим какой-нибудь допустим угол где-то вот так наверно ну чтоб видеть этот угол да вот так ставим сколько нам надо кадров английская ан смотрим прописано 17 ну ставим допустим 25 хорошо конечно еще там заставить какой-нибудь вот чтобы он ударился ушел в этот шар ну дольше будет анимация и вот здесь уже не интересно получается нету рывка нету так сказать толчка должен быть резкий удар стоп и назад вот а у нас получается то он его как бы сопровождает как бы толкнул не ударил а толкнул значит вот этот кадр вот здесь вот резкость должна как бы уйти на одиннадцатом от толчка назад и локрот вот вот и значит что еще тут седьмой восьмой нету резкости да значит здесь вот где он соприкасается вот это значит G на восьмой а ну-ка а ну-ка вот так да и изменилось у нас кручение кручение вот этого значит гаврика значит ctrl-z ctrl-z перемещение отменяем вот вот этот шаг поменял дракус почему поменял свою анимацию опа идет удар ну в принципе тоже неплохо что он ушел именно в эту точку вообще-то он должен G уйти сюда и о крот и потом уйти сюда все вот один кадр сбился да тринадцатый на двенадцатом идет удар слишком резкий G отводим на пятнадцатый так и вот этот кей вот этот кадр давай четырнадцатый делит так на этом кадре еще на шестом добавим отводку чуть-чуть и вокруг так здесь уже удаляем девятый кадр так вообще-то девятый G можно на восьмой перевести так и слишком резко он поднимает кверху тринадцатый делит тоже неинтересна такая штука так что у нас тут еще G задержку делаем так пятый на четвертый шестой вставляем G на третий и значит где он вот это бьет идет удар да ну правильно он сильно вот раз и отлетает но вид какой-то интересный нормально нормально да просто тут теперь потихоньку он уходит назад и здесь уже тогда чуть-чуть меняет направление и лакрос так еще больше значит G нормально а что так вот этот наверное допишем так он уходит семерка на нам падель G сюда поднимаем чуть-чуть повыше и лакрос и как раз отсюда еще бьется и G становится вот здесь уже замедлим его и здесь он уже потихоньку катится где-то вот сюда и лакрос вот и здесь уже на 25-ом кадре он должен с 18-го катится медленнее после вот этого толчка значит где-то до 34-го пусть катится вот прописываем его значит и лакрос стоп а вот этот тогда удаляем delete и ставим где-то 40 кадров о и смоем траекторию да он удаляет ударяется и видите идет полукругом значит чтобы он полукругом не шел нужно его на каком-нибудь кадре подкорректировать значит вот так и лакрос смотрим что тут получается удар удар ударяется он вот сюда а уходит так значит вот этот кадр еще поменяем чтобы от точки уходил он и лакрос вот но он теперь выше его нужно так на каком тут кадре так на этом кадре опустить и покров и на этом кадре тоже опустить вот так вот и тридцать четвертый кадр он у нас тоже поднялся и лакрос 0 на нам падение смотрим так ставим камеру свет так что у нас со светом лифт поинт под это где у нас свет находится где как бы верхний свет должен быть да там лампы над столом и здесь тогда ставим 1 enter 220 вольт так так и повыше его 0 на нам падение ну в принципе да где то так это неинтересно как тут с кручением вопрос обстоит и Ух ты, он ещё низко, да? Да, да, крутится. И на 26-ом чуть повыше его. И здесь вот тоже пропустил. И здесь он очень высоко. И здесь он очень высоко. Ну, вот такая штука. Значит, всё работает, всё зашибись. Так, это на 20-ом, значит, вот здесь. Ускорение, замедление, в принципе, нормально можно сделать. Так, можно ещё вот мягкость вот этому сделать гражданину. Так, вот здесь он падает, да? А вот эту чуть-чуть замедлим. Вот, уже получше. Ну и чем больше тут будет задействовано, значит, шаров, тем, я думаю, будет всё лучше. Ну, вот такой вот принцип, да? Ничего, так всё нормально. Всё, всем пока. До свидания.